ну вот убрал убрал опилочек новых подстелил вам показал что по носу поросят нету по жопам видно жопки чистые во всех вытворяет и растопил и растопила на нара это сейчас разгорит еще потом позже друг подкинул и за счет крови сейчас корма им тоже сыпнем контуриата контор кей сама больше андрею нравится контур по выходу мяса конту по выходу мяса и сало такие мясные и мясо неожиданное шейки хорошие затки лопатки хороший мясной такой на откорм конкурок то что надо ну и как свиноматки себя показали я бы не сказал что плохо нормально за выдела сейчас узнаем что-то пошел ужас сейчас хорошо разгорится потом какие-то пеньки эти сучки по нахожу такие что не пора зуба в прошлом году и через верх сюда набросаю да и все да шпылята пятый день уже без мамки вот это самое главное чтоб они ели хорошо и не было по носу если так будут что без поносов и едят то и поросята пойдут хорошо в рост ну видно что они не болеют ни день че веселенькие сытые возле кормушки никто не лазит не бьет хотя там есть еще шок доедать сейчас под наберу еще спрашивали как я буду наберу а так он подключил в колодец включил шпангу и все и вода туда качается раз в два дня 300 ли 350 литров у нас идет трапеза так пока вода набирается сейчас вода наберется я выключу что потом не дергаться пятый день уже получается киевлянка без поросят у нее завтра может быть загул я уже там есть запах хряка даю хряка каштана что у нее прошел опорос побыла она в станку для опороса откормила своих поросят жалоб на поросят нету все хорошо все отлично сейчас будем ее освобождать чтобы ее освободить надо ее поставить свободный станок мне пишут у тебя же два станка по над стенами ну тот и тот да они станки но газоблок погрызут сразу надо обложить плиткой плитка еще не обложил анфисы и поросяток все живы здоровы и целы никого не придавило все хорошо киевлянку я хочу сюда вот дирижка арышки у нас начало октября опорос по животу вроде бы не скажешь но делали узи перед тем как убирали ее сестру дюртиху куклу всем делали узи рыжка показала узи шоу с поросятами также показала узи машка ну машку и так уже видно поэтому рыжку надо в этот удлиненный станок не в этот и не в тот а в этот удлиненный у меня два удлиненных вот этот и где анфиса сейчас анфису трогать не буду пускай докармливает своих поросят а киевлянку выгоню отсюда и сюда попробую загнать рыжку может как-то на время перехватиться кого-то из них сюда ну чтоб поменять местами и киевлянка в клетке для выгула лучше загуляет стрессанет и ну хватит и уже все надо отдыхать он как крыкливая отдыхает уже привыкла без станка там говорят то можно в станке постоянно держать или кто говорит что вы шо издеваетесь друзья я держу загнал перед опоросом дней за 10 она опоросилась покормила их 30 дней и я стараюсь свиноматку выгнать там день 2 на свободный выгул чтоб она спокойно гуляла ходила расхаживала копыта ноги и так дальше что я заметил происходит когда я свиноматку загоняю в станок для опороса во первых свиноматка когда загоняю сейчас я загоню рыжку в станок для опороса у нее дней 10 дней 10 будет плохой аппетит это раз потом будет у нее запор это сто процентов я уже знаю не сможет спокойно опорожняться будет запор и сама свиноматка дней 10 всем взяла я вообще плохо есть не доедает сейчас у меня и всем насыпал на пол сейчас буквально там 10-15 минут все вылезано у нее теперь будет оставаться дней 10 станку потому что свиноматка сильно начинает как бы вообще обмен веществ у нее меняться и она ну как бы ну как перевести допустим вот человека с украины в африку куда-то или в индии ну то есть пока адаптируйся очень тяжело так самое это постоянно держать в станку ну как я вижу ну это не совсем правильно ей надо ходить и надо гулять от у меня все кто поросился в станку он все гуляет нюра обезьянка крикливая гуляет сейчас это будет гулять потом анфису поменяю с машкой машки тоже опороз начала ноября пока то откормит поменяю так все время буду делать потому что все время в станке стоять это тоже ну своего рода я думаю неправильно им надо все равно свободный выгул походить погулять попрыгать поскакать они стоят а так клетки это мое мнение я рассказал свое мнение не надо там говорить неправильно что можно их держать держите и я сказал свои наблюдения что для свиноматки это большой стресс станок я заметил по своим у них во всех запор аппетита ноль и тупо вялая свиноматка я начинаю думать что у них что-то с уставами она не может подняться на задние ноги и так дальше это когда загоняю станок дней 10 а так потом да начинает уже нормально клеялась и нормально поэтому будем ее менять ну давайте свободу он сейчас она доест киевляночка вот и моя гулять пилим да молодец такая свиноматка супер показала себя молоко жирная молочность высокая показалось я хорошо показала себя хорошо вот возьмите с патронова ставил киевлянку анфису и обезьянка и все три угадал хорошие свиноматки мая а повсюду Костя, костя, давай. Вот для нее этот станок маловатый. Два метра. Видите? Вытворяет. Конечно, стресс для свиномарца. А эту выпускаем. На свободу, киевлянка! Сейчас. На свободу с чистой совестью. Пошли. Бутя, пошли. Давай. Давай, она не знала, что ей открыли. Давай. Давай. Давай, давай. Ну, давай туда. Пошли. Вот уже что? На выход, дорогая. Она же боится выходить уже. Так привыкла. Ой, ты моя родненька. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Родноличка. Вот так, туда, туда, туда. Не, не, не. Ты еще сюда зайдешь. Хай даже б хряка понюхала б. О. Вот так, все, туда. Вот зараза. Давай. Ну, давай туда, киевлянка. Во. Давай, пошли. Во. Во, молодец. Молодец. Подружка. Конечно, ей хорошо, но... Она маленькая, высмоктанная. Сейчас она берет вес. Нормально. О, обезьянка. Сестра и Ритна. Они даже в такой клетке лучше как-то растут, чем в станке. Вот, допустим, эту я вообще хузорба была сюда перегнал. Уже такая против обезьянки. Ого-го. Ой, против киевлянки. Да и обезьянку взять он тоже вес поднабрал вместе с Нюшей. Киевляночка, ой, ты моя. На свободе. Свобода, попугая. Вот так. А та уже начала мучаться, видите? Сейчас будем ее перегонять чуть длиннее станок. Ой, вот этот длиннее. А, не, вот этот длиннее. Будем выпускать ее и сюда загонять. Но она может сейчас и не пойти в жест того станка. В этот может не пойти. Ну, попробуем. Продолжение следует. Окей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот так у нее... Ну буквально часа два-три будет продолжаться вот это... Сейчас будет туда-сюда, туда-сюда... На корыто залазить, становиться... Свиноматка более 300 килограмм. Большая. И станок должен быть крепкий, потому что для такой свиноматки, если слабенький станок, то что стены ходят вот так, еще что-то, она его разнесет. Станок должен быть крепкий. Также спрашивали у меня, вот, есть станка, хватит лечь, встать, и там внизу полностью развернуться. Сейчас тряпку уберу, это тряпка, я киевлянке об хряка ее потер, и киевлянке давал, чтобы на ночь понюхала хряка. Также спрашивали насчет перепадов. Сама клетка у меня, а так два, а так три, то есть два на три. Два на три, два метра ширина, ну, самый идеал для станка. Ну, понятно, что если места мало, можно и обойтись метр пятьдесят, просто лужа будет для поросят. Места и для, ну, ходить самому лужа будет. Понятно, чем больше места, тем лучше. Ну, тут уже каждый, так сказать, по своим возможностям, по своим свободным местам определяет. Какой уклон у меня от верхней точки, вот сюда до нижней точки. От девяти до двенадцати сантиметров, везде разное. То есть у меня получается тут по диагонали, а там выше точка, по диагонали, а здесь ниже точка. И плюс от той стены сюда тоже идет уклон. То есть получается от девяти до двенадцати сантиметров перепад на три метра идет. Так мы начали заливать и так продолжили. Где девять, где двенадцать, где десять, где одиннадцать. По станкам, ну, вот, видите, станок. Сухо, хорошо, все отлично. Даже у хряка сухо. Ну, когда посыпка мокрая. И там... Когда свиноматка, это для кого, кто делает станки, и думает, что свиноматка, вот где заканчивается станок, туда будет втекать моча. Свиноматка в основном упирается в заднюю дверь полностью и ссыт дальше. То есть, видите, у меня лоток от станка сколько. Вот она как раз и сюда, где-то и вот перед лотком и высыкается. То есть намного дальше у нее струя. Не так, что прям за станком идет желобок, и оно в желобок потечет и будет чисто. А не, она дальше будет стрелять, получается, за желобок. Если желобок будет сразу рядом. Или какое-то препятствие должно быть. То ли клетка, то ли что, чтобы моча упиралась в клетку и стекала вниз. Ну вот так, думаю, рассказал. Размер станков короткие 2,05, длинные или 2,25, или 2,15, или 2,3. Надо мерить, короче. Я уже не помню. Ну длиннее, намного длиннее. Вот видите, уже на корыто становится. Сейчас будет на корыто вылазить туда вверх. Ну, каждая свиноматка реагирует по-своему. Ну, сейчас она-то успокоится, ляжет. Я ей еще что-то насыплю. Я имею в виду из еды, чтобы она успокоилась, ляжет отдыхать и там что-то и свыкнется так. Ну, а киевлянка все уже. Прощайте, корыша! Да, киевляночка. Маленькая, худенькая. Ну, ничего, набираешь вес у нас. Маленькая, худуй-ка. Вот ты такой хороший. Я думал, когда киевлянку в станок загнал, я думал, она заболела. Вообще стала такой вялой. Ну, потом нормально отошла. И обезьяна тоже такой же была вялой в станку. Потом отошла. Ну, то есть, все они стрессуют. А ну, загнать в такую коробочку и стой там, будь там, ну, то есть, тоже это не совсем правильно. Так, получается, все, кто опоросились, гуляют уже. Одна Анфиса. Анфису поменяю и изморшулькой. Вот так. И вот так. Методом взаимозамена. Тут, туда, туда, поменял. И все. Это дюрок кастрированный на откорм. Хорошие уже такие. Ну, новогодние будут. Два кабанчика. Тут вообще хороший. Это чуть померче. Это Саня и Новикова братья, получается, кабанчика, что он у меня брал. Браун Бёрн. Это его родные братья. Эфули тоже подрастают. За Эфули отдельно видео сниму. Позже. Ну, короче, вот так, друзья. Что ты дергаешься, Рыжка? Вот, Рыжка воду начала разбалтывать. Может, успокоиться со временем. Просто сейчас она стрессует. Ну, и она здоровая, огромная. Ну, как раз станок правильно я сделал, что удлинил эти удлиненные версии как раз для больших уже, у кого четвертый, пятый опороз. Для больших свиноматок в самый раз. Ну, Рыжка и поросят сильно так, чтобы давить, не давить. Ну, все равно лучше в станку. И поросята под лампой будут. И она не наступит, потому что огромная. короче, вот так. Вот. Хряк ссыт. Но это же не свиня, конечно, он под себя получается и ссыт. Под хряком по-любому вот пятнышко мокрый. А это упирается в заднюю клетку и ссыт сюда. Ну, упирается, получается, моча в перегородку и вот сюда она вытекает. Вот. Все они в основном упираются. Редко, когда она упрется в переднюю стенку и тогда опорожняется. Все упираются в заднюю. Да, рыжа. Рыжулька. Рыжечка. Вот у нее шарик, вот она ей, мы не знаем, что уже делать. Да, рыжка. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Киевлянка тут. Буа. Нюша, обезьянка. Так он и меньше от тебя. Ну, нельзя кусать. Так что не переживай. Привыкнешь, звыкнешься, все будет нормально. Потом машу туда. Все, друзья, всем счастливо, всем пока. Спасибо.